всем привет а мы собираемся в гости к племяннице на юбилее 10 лет и в подарок я хочу сделать вот такой букетик это букет из мандаринов и конфеток рафаэлла как сделать букет я вам сегодня покажу вот такой вот у меня получился букетик если вам интересно подписывайтесь на канал ставьте лайк и оставайтесь со мной для сегодняшнего букета нам понадобится мандарины я приготовила 15 штук но сейчас их выложила вот так красиво в букете смотрится 13 и вот такие конфетки ну надеюсь вы не суеверные мы нет вот ну можно конечно и 15 мандаринок собственно мы сейчас будем собирать букет и там будет видно просто они вот так ложатся по кругу и можно в общем то добавить еще два но мы посмотрим когда будем собирать и между ними я хочу добавить вот такие конфетки рафаэлла они немножко как-то разбавят букетик будет симпатично вообще идеально будет смотреться если вы найдете веточки елки пихты в серединку можно добавить эти веточки очень будет смотреться красиво празднично но у меня только искусственная зелень я ее добавляю в букетики из мыла вот мыло ручной работы я тоже буду собирать такой букет но это вы увидите попозже в следующих видео а сегодня я буду собирать букетик из мандарин в общем обертку можно использовать разную но я нашла такую какая у меня есть ближе подходила по цвету вот такая оранжевая и светло салатовая можно белую но мне как-то захотелось побольше добавить зелени вот но это все на ваше усмотрение можно украшать как угодно этот букет можно добавлять все что вы хотите а я просто сейчас вам покажу основной процесс сборки и так нам понадобятся шпажки эти шпажки продаются в разных магазинах сегодня я купила их в леонардо они там очень хорошего качества хотя в принципе они будут закрыты а качество нам не настолько важно ленточку приготовила на чем шире ленточка тем лучше края ленточки срезаем наискосок и нужно их обязательно опалить потому что ну если вы в руках будете букет нести то есть вероятность что она обмахрится для того чтобы все выглядело аккуратненько вот так вот ленточку видите нужно опалить только чуть-чуть чтобы она не почернелочь это будет смотреться некрасиво такие хорошие шпажки такие толстенькие есть тонкие шпажки эти вот толстенькие убираем подальше все что может запачкаться это ленточку и обертку и оставляем пока только мандарины конфеты и обязательно нам нужен будет клеевой пистолет если вы не будете использовать конфеты то пистолет вам не нужен вам в принципе для мандарин достаточно только шпажки и еловые веточки если у вас будут с черенками если их не надо будет как-то закреплять то не обязательно вам нужно использовать клеевой пистолет в общем берем шпажку острым концом и накалываем мандаринку на шпажку стараемся это делать так чтобы мандаринка не была проколота до конца но в то же время чтобы она хорошо держалась но в принципе она держится достаточно хорошо в принципе вы же не будете этим букетом сильно размахивать вот главное донести его до того человека которому вы хотите подарить и чтобы можно было поставить на стол в общем вот таким образом мы сейчас накалываем все мандаринки вот такая важная деталь когда вы накалываете мандаринку не старайтесь проткнуть серединку потому что серединка там может быть пустота и тогда мандаринка будет плохо держаться вот сюда вот чуть-чуть отступили немножечко с краю и вкалываем теперь нам нужно закрепить конфеты на шпажки у меня есть видео как я делала букеты из конфет но там более сложные варианты сегодня мы с вами рассмотрим самый простой вариант как можно закрепить конфетку и для того чтобы разбавить немножечко букетик зеленью я приготовила вот такую органзу продается рулонами она будет у нас выполнять роль зеленых листочков вот ну будет смотреться букет так воздушнее как мы складываем вот так складываем наискосок видите чтобы уголочек уголки чтобы у нас не совпадали вот так и еще раз вот так видите получается вот такой вот вариант фантика и вот этот фантик мы должны будем клеевым пистолетом закрепить вот таким образом но сначала мы с вами крепим конфетку каким образом будем крепить конфетку вот допустим вот здесь цветочек красный я хочу чтобы этот цветочек был наверху а значит вот сюда мы должны капнуть клей мне немножко на камеру не сподручно у меня розетка с левой стороны в общем мы сюда в серединку капаем клеем вот так вот смазываем чуть-чуть палочку вот сюда уголки ставим палочку и вот так зажимаем вот так зажимаем вот видите конфетку лопать не нужно она вот так будет нормально смотреться объемника потому что мандарины крупные вот так держим пальчиками немножечко будьте осторожны если пистолет у вас горячий пистолет остыл и так можно чуть-чуть покрутить вот видите она хорошо держится таким образом она не падает и теперь нам нужно сделать фантик берем лоскутик складываем его как я показывала вот так уголками так уголочки и сюда уголочек и я смазываю не на этой стране вот на этой стороне потому что когда вот так будет фантик чтобы торчали вот лучше уголки в общем капаем вот сюда пистолет тоже будете осторожны потому что вот эта ткань она эта ткань может пропускать через себя клей и вы можете обжечь пальцы сразу не старайтесь вот так вот зажимать вот видите будет вот такой вот торчать небольшой зеленый фантик кстати фантик вот сейчас я увидела фантик лучше закрепить вот на этой стороне на обратной вот видите здесь картинка я на камеру смотрю через камеру не сразу обратила на это внимание вот здесь картинка а вот здесь шов от конфетки нужно немножечко подержать смотрите что у нас получается мы с вами закрыли вот этот шов на конфетки а во первых во вторых мы закрыли с вами вот то место где мы конфетку крепили вот так получился вот такой аккуратненький цветочек кстати я по своему опыту заметила что искусственные букеты из гофрированной бумаги с конфетами некоторые зрители не очень любят как-то их агрессивно воспринимают но я надеюсь что букет вот из таких конфет и из фруктов думаю что против никто не будет в общем сейчас я таким образом подготовлю а все конфетки сейчас еще раз вам покажу так вот значит цветочек оставляем сверху переворачиваем это у нас вроде как изнаночная сторона да будет и вот сюда капнем клея капнули клей теперь вот острый стороной шпажки почему острый если вы собираете в корзине букет то вы острый стороной вниз опускаете а поскольку у нас будет ручной букет и мы будем держать его в руках что а нам не нужно чтобы нижние стороны нижняя сторона а была острая хотя в принципе в принципе можно шпажки подрезать если они очень длинные шпажки разные бывают длины а если очень длинный возможно мы их вообще будем подрезать так ну все вот так вот закрепили и теперь фантик в общем все то же самое я сейчас проделаю со всеми конфетками когда делаем букет из конфет крепим их по-другому то есть вот эти кончики не оставляя но в этом букете в принципе я и хочу оставить а так вообще есть разные варианты как закрепить рафаэлла вот так собрала и все конфетки и теперь теперь приступаем к сборке так берем самые крупные мандаринки чтобы они были в центре и начинаем собирать так у меня вот это самое крупное так одна будет в середине и остальные сейчас идем собирать по краю так в общем берем одну мандаринку теперь следующую вот так вот они будут складываться веером таким образом да это очень сложно мандарины тяжелые нам обязательно нужен будет скотч для того чтобы все это скреплять в общем сейчас сначала я выложу вот так по по кругу а потом следующий ряд будет рафаэлла вот так вот можно собирать ну в общем это уже как вам будет удобно вот потому что вот этот вот самый сложный процесс в принципе до этого было все очень легко вот самое сложное это собрать букетики а вот так он должен у нас быть веером вообще вот так конечно же легче собирать но тяжело держать в руках потому что видите они тяжелые и они распадаются на камеру тем более это делать неудобно вообще конечно хочется вот сюда добавить внутрь а вообще это творческий процесс творческий процесс видите можно вот так одной рукой мне это неудобно а делать а вот ну собственно да вам уже понятно как собираются первые ряды видите они красиво лежат и здесь вот так веером в общем первые ряды я скрепила скотчем и теперь нужно крепить каждую шпажку потому что вы в руках не сможете удержать весь этот букет если не будете крепить каждую отдельно вот так вот будем добавлять будем теперь добавлять рафаэлки желательно чтобы все рафаэлки смотрели вот так сюда в серединку если они будут распределены ровненько то и юбочки вот эти зелененькие будут смотреться очень красиво вообще вариантов конечно же как это оформить очень много все зависит от вас вы можете придумать все что ваше душе угодно ну у меня вот сегодня из того что было дома созрела вот такая вот идея вот такого букета так стоп куда убежал болтать болтать на камеру и заниматься таким делом я вам скажу очень даже сложно все убегает а если какая-то мандаринка не хочет держаться допустим очень спелый мандарин да то мы сейчас вот так еще раз его проколем конечно в процессе пока вы это делаете у вас может немножечко что-то сбиться ну вот в принципе они нормально держатся мандарины так только обязательно нужно салфетку постелить видите иногда капает на стол так ну что сейчас добавлю оставшиеся мандарины и оставшиеся у меня еще рафаэлки в общем получится огромный букет можно даже поменьше было сделать ну сейчас посмотрим сколько уместится все зависит от размера мандарины у меня сегодня крупный посмотрите я вот скотч отрезала и вот так прилепила на край стола потому что когда вы в руках держите букет и нужно быстро вам его перевязать пока вы скотч достанете у вас букет в руках рассыпется поэтому вот так заранее это приготовили на стол прикрепили чтобы быстро брать итак у меня получается 11 мандаринок а если больше то очень тяжелые еще раз повторяю что крупные мандарины мелкие мне не попались но в общем вот так это все выглядит и сейчас мы должны будем сделать красивую юбочку я буду ее делать из гофрированной бумаги вот эта бумага у меня тонкая то есть есть итальянская плотная бумага она идеально подходит для оформления букетов вот она итальянская это плотная а вот эта бумага потоньше вот из такой бумаги идеально вообще получаются оборочки а вот этой бумагой очень хорошо декорировать ножку в общем сейчас я сначала буду несколько этапов делать вот сейчас сначала задекорируем ножку меряем ширину нам нужно склеить трубочку а мы оптимали и и и и и и и и и вот такой у нас получился красивый край этот край у нас будет внизу а вот этот край будет наверху этот мы загибали край внутрь а вот этот край мы будем загибать наружу вот так можно загнуть побольше это будет верхний край загнули и теперь опять от шва вот таким образом делаем оборки с этой стороны я и делаю так почаще это будет верхний край чем чаще вы их сделаете чем тем будет лучше ажурные смотреться вверх букета вот получилась вот такая оборка и теперь туда внутрь помещаем букет вот видите как получается такая получается оборочка и в то же время шов у нас получается с изнаночной стороны не вот здесь получается да где лицевая а с изнаночной а внизу получается мы загнули внутрь вот для чего мы в обратную сторону здесь загибали потому что если мы сюда загнули то вот этот шовчик было бы видно можно не загибать вот этот край но тогда не будет так ажурно смотреться вот эта юбочка чем вот такая красивая юбка и теперь вот здесь мы все должны перевязать красивой ленточкой если вам понравилось видео не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал с вами была и наса всем желаю удачи пока пока